Добрый вечер! Мы снова на турнире Christmas Cup. Сегодня вторник, вторник 4 января и у нас матч второго круга сейчас проходит. Академика Аль Пушкарева только что сыграла, ну, можно сказать, типический матч. Проводила против другого академика. Пубик, кстати, девочки-студентки программы «Авангард Академия». Играла с Мартой Марией Макаровой. Ань, ну, во-первых, поздравляем тебя с победой. Все ожидали, что матч будет сложным, упорным, возможно, даже трехсетом. Но, в принципе, к этому, наверное, все и шло. Вот скажи мне, в тот момент во втором сете, когда сначала уступала 0-2, потом, по-моему, бы был счет 3-4, 15-40 на подачу. Ну, что в тот момент, какие в тебе чувства и эмоции боролись? Что ты думала? Расскажи нам. Честно говоря, я уже очень сильно волновалась насчет того, что будет 5-3 в пользу Марты. То есть я не думала, к сожалению, как бы хотелось думать в игре. То есть там об игре, то, что я сейчас вот вытащу. Нет. Я думала уже, что, блин, типа, сейчас 5-3 станет. Мне надо будет как-то отыгрываться. И очень уж не хотелось играть третий сет. Посмотри, у нас сейчас 5-3. Он бы мог стать ключевым, да? Не в твою пользу, скажем так. Ну, ты-то, так я понимаю, наверное, где-то еще и Марта, да, помогла ошибками, но и ты со своей стороны тоже постаралась. Но все-таки на нервах действительно ошибки у Марты именно в эти моменты очень сильно помогли. Возможно, если бы Марта чуть больше подержала мяч в игре, исход игры был бы другой. Ну, все, этот матч, как говорится, в прошлом ты идешь дальше, в третий круг или 1-8 финал. Ну, по поводу матча, вот что я хочу спросить. Переполнен, заполнен трибуна, да? Вот это атмосфера центрального хорта, где тебе еще, ну, скорее всего, представит играть. Вот это Дэй, вот это все. Вот. И на самом деле академия, да? Ты академик, она академик. Мне кажется, в этот момент академия 50 на 50. Ты со своей стороны ощущал ту поддержку там со стороны тренеров, со стороны... Кто тебя еще, кстати, поддерживал, скажи? Меня поддерживал только тренер и публика, конечно, на красивые мчи забитые, там на долгие розыгрыши какие-то и так далее. И еще хочу добавить то, что сегодня мне довольно часто помогал трос, это бывает редко. И даже на матчболе у меня мяч просто задел трос и перелетел, не дав Марти сыграть. Ну, как известно, везение везет у нас сильнее, да. Вот. Скажи, пожалуйста, вот к этому турниру, ну, по двум матчам я могу судить, подошла ты в хорошей форме, да, к этому турниру? Давай так, задача максимум, ну, и для тебя для себя лично, какой результат для тебя будет приемлемым, скажем так, хорошим результатом? Стоп, какой я хочу или приемлемый? И то, и другое, давай, мы вообще не ставим. Что, какую задачу поставил Саша Дмитрий Владимирович, да, в турнире? Ну, вообще он мне не ставил задачу, так как, во-первых, я играю по старшему году. Здесь я должна играть свободно, у меня есть запас, и я тут не должна никуда выходить. И, соответственно, то есть приемлемый результат для меня тоже. Его нету из-за того, что у меня год впереди. И, допустим, в следующем году у меня действительно будет приемлемый результат не только в финал, но и выигрыш турнира. А в этом году его нету. Конечно, очень хочется выиграть этот турнир. Очень хочется, и, думаю, это возможно. Я думаю, ты поэтому, да, наверное, все-таки так раскрепощенно играешь, потому что, по большей части от тебя, в принципе, победы не ждут, как вы говорите. Ну, ты, наверное, готова удивить, я так думаю. Скажи еще такой момент в межсезонье, да, с начала сезона у тебя поменялся тренер. Насколько вот в плане подготовки, тренировок изменились, изменились твой подход к тренировкам, что Дмитрий Владимирович может тебе нового дает, что, допустим, раньше ты не видел, не делал? Мне больше нравится все-таки тренироваться по схеме Дмитрия Владимировича, так как он нам давал, вот даже первый раз, когда мы поехали на турнир, он нам давал делать какие-то анализы матчей, он там нас водил на стадионы, занимался нами, в общем, по полной, там, книжку читать, цитаты и так далее. Это помогает как-то? Да, конечно. А, тетрадочку, я знаю, многие ученики ведут тетрадочку, где отмечают во время переходов. Не многие, а все, все ученики Дмитрия Владимировича ведут специальную занесную тетрадку, которую мы можем в любой момент матча взять из рюкзака и почитать, что, почему. Допустим, я вот во время первого круга матча с Аней Баздеровой, я сразу взяла эту тетрадь, когда Аня ушла в туалет и написала, чтобы помнить о том, что действительно первый матч, стартовый, у меня не очень получилось, так как я все-таки как-то волновалась, перед матчем первым на центральном порте, и из-за этого игра была не самой лучшей, и поэтому я написала, что все, что выиграла Аня, против которой я играла, я дала сама. Смотри, во время переходов, да, многие по-разному себя ведут, в частности, вот Вера Звонарева мы знаем, и многие так же, как и она, закрываются с полотенцем. У тебя вот, что ты думаешь, о чем ты думаешь во время переходов, во время паузов таких? Обычно во время переходов я просто задумываюсь, но вот таких пауз тут конкретно, я просто смотрю на телевизор, смотрю статистику, анализирую статистику, и, конечно, настраиваюсь на следующие геймы. Расскажи нам все-таки Новый год, да, как ты его встретила, что тебе, может, подарили из таких значимых подарков? Да из сильно значимых подарков, таких прям, чтобы необычных не было, да и связано с теннисом, явно тут ничего нету. Но на самом деле то, что Christmas Cup приходит именно 3 января, мне кажется, надо было все-таки на неделю позже, из-за того, что люди, которые играют квал, просто 1 января должны встать как-то, когда встретили Новый год в 12, и играть. Мне кажется, что все-таки надо было на неделю позже. Но так как это уже традиция, я не думаю, что это собираюсь исправлять. Мне бы не хотелось, допустим, вставать на квал, так как мне вот дали карту, я, в принципе, могла бы и не попасть в основу. Мне дали карту, и я считаю, что мне было бы не очень играть квал 1 января. А сама, вот Новый год 31, что ты делал, как это вы отметили, как это все происходило у тебя? Да, в принципе, по-обычному просто мне купили детское шампанское, не знаю, я пила его, смотря любой курант. Ну, как бы, в порядок со мной присутствует, наверное, был в тот день у тебя, или ты могла позволить себе там попозже отправиться спать, там, ну, как... Не, я легла почему-то сразу после 40 минут Нового года, я не знаю почему. Мне что-то было уже скучно как-то. Я раньше прям не спала, наверное, часов до трех ночи, а сейчас я влегла в 0.0.40. Смотри, ну, 2022 год наступил, вот, какие теннисовые задачи тобой, какой тебе год, видите, в плане выступления, что бы ты хотела достичь? Такие поверхностные, глобальные цели. Ну, конечно, хотелось бы все-таки начать хорошо год с Крисмаса, и, возможно, если мне все-таки получится поехать на Тарпу Франции, сыграть, конечно, хорошо его там, выйти, допустим, хотя бы в четвертьфинал, ну, это был бы хороший результат для меня. Ну, Аня, мы тебе можем только пожелать, чтобы твои, как бы, желания, на меня когда ты что-то загадывала о себе в Новую Новогоднюю ночь, чтобы они по возможности сбылись, вот, и чтобы у тебя все получалось сейчас на Крис... в частности, на Крисмас Кап. Ну, спасибо тебе большое за интервью. Тебе, естественно, в следующих матчах удачи. Буду надеяться, он будет не один, и мы тебя еще увидим не раз на центральном флоте. Анна Пушкалева, победитель матча и участница третьего круга Крисмас Капа. Спасибо.